Советский рок-музыкант, гитарист и автор песен Майк Науменко прожил 36 лет. Его не стало 27 августа 1991 года. Майк Науменко – основатель и лидер советской рок-группы «Зоопарк». Он создал ее в 1981 году. Группа распалась после смерти музыканта. Майк Науменко не обладал выдающимися вокальными данными, и по этой причине свои песни он исполнял речитативом. Популярность музыкант завоевал благодаря своим ироническим и сатирическим песням. Большинство его композиций поются от первого лица. Многие тексты Майка Науменко были переведены или переработаны с западных песен. Официальной причиной смерти музыканта стало кровоизлияние в мозг. Похоронен Майк Науменко на Волковском кладбище в Санкт-Петербурге. Советский рок-музыкант, певец, поэт, автор-исполнитель Александр Башлачев прославился как один из наиболее известных представителей советского андеграунда. Музыкант входил в Ленинградский рок-клуб. За свою столь непродолжительную жизнь Александр Башлачев написал более ста стихотворений. Свои наиболее известные произведения он написал в течение двух лет. Музыкант погиб 17 февраля 1988 года. Он выпал из окна кухни на съемной квартире. Истинные причины падения точно установлены не были. Александру Башлачеву было 27 лет. Он похоронен 23 февраля 1988 года в Ленинграде на Ковалевском кладбище. Советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, бард и киноактер Игорь Тальков прожил в этом мире всего 34 года. Он умер 6 октября 1991 года. В начале творческого пути Игорь Тальков работал с группами «Электроклуб», «Апрель» и «Калейдоскоп». Впервые он стал известен широкой аудитории после того, как в 1987 году выступил на фестивале «Песня года», где исполнил композицию «Чистые пруды». Игорь Тальков выступал в жанрах рок, поп-музыка и авторская песня. К 1989 году музыкантам было написано более двух сотен песен. Игорь Тальков погиб в ходе потасовки между его охранниками и охранником певицы Азизы. Дело до сих пор остается нераскрытым и является одним из самых громких и загадочных в истории российского шоу-бизнеса. 9 октября 1991 года в Московском дворце молодежи состоялось прощание с музыкантом. В тот же день Игорь Тальков был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. 20 августа 1998 года из жизни ушел советский и российский рок-музыкант Андрей Панов, более известный как «Свинья» или «Свин». Летом 1979 года музыкантам была образована группа «Автоматические удовлетворители». За все время творчества группой были записаны альбомы «Пейте с нами», «Дураки и гастроли», «Шестисотый» и другие. Популярными композициями этого рок-коллектива считаются «Все равно», «День рождения», «Соловей», «Мясо» и другие. Андрей Панов скончался на 1939 году жизни. Причиной его смерти стала неудачная операция по поводу перитонита. Похоронили рок-музыканта на кладбище Петербургского крематория. Советский и российский музыкант, автор песен Александр Аксенов прожил 42 года. Он покинул этот мир 22 марта 2007 года. Александр Аксенов был более известен под сценическим псевдонимом «Рикошет». Осенью 1985 года музыкантом была основана рок-группа «Объект насмешек», которая быстро добилась популярности. В 1990 году группа перестала выступать. С середины 90-х Александр Аксенов сольно и в соавторстве выпустил ряд альбомов, а также участвовал во многих музыкальных проектах и занимался продюсированием. Официальной причиной смерти «Рикошета» считается остановка сердца. Больше никаких версий смерти музыканта не выдвигалось. Похоронили Александра Аксенова на Богословском кладбище.